Здравствуйте! Вчерашний поздний вечер подарил достаточно резонансную новость для украинского политического пространства. Да по большому счету не только украинского, потому что в определенной мере это новость, или точнее решение президента Украины Владимира Зеленского, оно затрагивает среди прочего и Российскую Федерацию, и даже ту же самую Беларусь. О чем речь? Речь идет об указе президента про введение в действие постановления Совета национальной безопасности и обороны Украины про санкции в отношении одного физического лица и группы компаний. Речь идет о депутате Верховной Рады Украины от ОПЗЖ, это оппозиционная платформа «За жизнь» Козака Тараса Романовича и группы каналов, то есть там целая группа юридических лиц, которые являются собой на сегодня холдинг из телеканалов 112, ЗИК и Ньюс Ван. Причем достаточно интересно это сделано, потому что если смотреть сами ограничения, то это приостановка всех лицензий, в том числе навещания сразу, то есть телеканалы буквально через два часа после публикации решения указа президента на сайте, и кабельные, и эфирные, и интернет, компании, которые ретранслировали сигнал, вырубили из своих сетей все три канала. С другой стороны, это запрет на вывод капитала, это запрет на, скажем так, исполнение экономических и финансовых обязательств, и запрет на любые операции с ценными бумагами, с имитентами которых есть лица, которые тоже попали под санкции. То есть, условно говоря, акции продать невозможно, если владелец этих акций под санкциями. И вот тут это касательно юридических лиц. И тут дальше идет, что владельцем большинства каналов формальных является как раз-таки Козак Тарас Романович. Для него запреты сейчас зачитают, то есть это блокирование активов, предотвращение вывода капитала за пределы страны, ограничение торговых операций, дальше аннулирование запрет лицензии и других, скажем так, разрешений, которые есть на его, оформлены на него. И для него отдельно тоже полный либо частичный запрет на операции по ценным бумагам. То есть, получается такой комплекс на решение, то есть, с одной стороны, телеканалы лишаются лицензии, с другой стороны, формальный владелец телеканалов не может их слить в пользу третьего лица, ну, по крайней мере, без разрешения государства, потому что есть фраза «полное либо частичное ограничение», либо «полный либо частичный запрет». То есть, таким образом, в ручном режиме это все может решиться. Как оформлено это решение? То есть, это решение оформлено, что оно не новое, а это формально исполнение решения Верховной Рады Украины, это постановление Верховной Рады Украины, от 4 октября 2018 года, когда Верховная Рада Украины, напомню, приняло решение, что необходимо ввести санкции в отношении названной группы телеканалов, то есть, телеканал 112, ЗИК и Ньюс-1. Однако, в 2018 году, скажем так, в преддверии выборов, это делать, насколько я понимаю, руководству страны было нецелесообразно, то есть, на завершении каденции Порошенко телеканала Медведчука работали, хотя формально было постановление Верховной Рады, с началом каденции Зеленского, то есть, с мая 2019 года они тоже работали, и сейчас формально это все подается, то есть, точнее, можно подать и, скорее всего, будет подаваться, что это выполнение решения Верховной Рады, еще той, принятой под контролем президента Порошенко. По принципу, господа вы хотели, вы получили, то есть, игра в том числе на поле политических оппонентов. Но это, общее назовем так, канва. Дальше вопрос в том, что с этим будет, и любое решение, оно имеет смысл, исходя из того, что решено, какие цели, исходя из времени и места. Но для начала, по самим каналам. То есть, что такое группа каналов Медведчука? То есть, это группа 112, Ньюзван, ЗИК. Это каналы, которые стабильно входят в топ-5 информационного вещания Украины. Причем, временами, один из трех каналов, он становится на первом месте. И, например, по состоянию на 2020 год, то есть, топ-5, это ЗИК, 112, Ньюзван, прямой, Украина-24. И, если, например, по Киеву, то там телеканал господина Мураева под названием «Наш». Он лидер в Киеве. При этом, упомянутая троица каналов, которая попала под санкции, они находятся в топ-10 популярности и доверия по общему срезу телеканалов Украины, где участвуют информационные, информационно-развлекательные каналы. Такие, например, 1+, 1, ТРК Украина, Старый Лат Медиа, то есть, группа каналов Медведчука и так далее. Поэтому, ну, это серьезный, скажем так, наезд, либо серьезный удар как раз-таки по весьма мощной информационной группе. Причем эта группа, которая проводила свою политику, она занимала, скажем так, такую относительно конфронтационную позицию в отношении Зеленского. То есть, первое очевидное решение, ну, потому что они такие. Ну, и плюс ко всему, потому что, среди прочего, транслируется пророссийская информационная повестка достаточно часто. Не забываем, что ПЗЖ – это партия, которая выступает за, назовем так, развитие отношений с Россией, за то, чтобы перевернуть страницу забыть и, например, вернуть Донбасс на российских условиях. То есть, максимальные компромиссы и так далее, и тому подобное. Но Медведчук, как бы там ни было, это кум Владимира Владимировича Путина. У них достаточно близкие отношения. О чем сам Путин, кстати, говорил. Но тут есть и другие вопросы, почему именно сейчас. То есть, давайте пока что с точки зрения внутренней, внешней повестки рассмотрим. Внутренняя повестка. Есть две темы, которые серьезно били по президенту Зеленскому. Первая – это депутат Дубинский, ну, еще недавно фаворит Зеленского, руководитель, скажем так, политических проектов «Слуги народа» по Киевской области попал под санкции Соединенных Штатов Америки и его настойчиво просили уйти из фракции и уйти из партии. Это была целая мыльная опера. То есть, Дубинский ушел со скандалами. Естественно, что этот весь процесс, он очень больно и хлестко бил лично по президенту Зеленскому. Как эмоционально, так и с политической точки зрения, по рейтингу, по восприятию и так далее. То есть, решение по телеканалам, оно весьма резонансное. Это решение требовало достаточно большое количество, назовем так, правых партий и патриотически настроенных политических групп. То есть, соответственно, оно отводит проблему Дубинского с информационного поля даже не на второй, а на третий, на четвертый план. То есть, его это уже подвинули. Второе. Внутренняя повестка. То есть, последние несколько дней обсуждают далеко не самое удачное интервью Зеленского американским журналистам, насчет чего, в том числе, там частично мы с Юрой Романенко проговорили о едущем машине. Было много в том интервью достаточно противоречивых заявлений. И если разбирать его, ну, как говорится, по атомам, то, ну, весьма спорное восприятие, мягко говоря. Но там был отдельный блок про олигархов и лишение их доступа к телеканалам. То есть, Медведчук – это типичный олигарх. Соответственно, тут можно говорить, можно… Пиарщики Зеленского могут повернуть, что президент сказал, президент сделал. То есть, вот, пожалуйста, выполнили. Достаточно быстро. И, наконец-таки, третье по внутренней повестке – это чрезвычайное усиление Медведчука в теме по Донбассу. И, например, попытка разыграть вопросы возврата заключенных, то есть, возврата заложников, которые удерживаются вооруженными формированиями так называемых ДНР и ЛНР. Причем там интересно, что речь идет не об обмене, а речь идет о том, что боевики собирались отдать Медведчуку каких-то там узников, каких неизвестно. Ну, и, соответственно, если бы государство Украина пошло на это, то это возврат Медведчука в схемы по Донбассу, в переговоры по Донбассу, где он далеко не факт, что он будет выступать с согласованных позиций украинской власти. Второй вопрос – это то, что если не пойдет, то, соответственно, мощная группа телевизионных каналов начинает распручивать тему про бесчеловечное отношение украинской власти к теме Донбасса и так далее, что украинской власти наплевать. Само собой, что это все влияет. То есть, принятие решений по телеканалам сейчас, оно обрубает и эту составляющую. То есть, вот как минимум три ключевые повестки внутреннего поля. Четвертая повестка – это как раз-таки диалог с той же самой Европейской Солидарностью, с группой Порошенко и так далее. Потому что вчера я не поленился посмотреть телеканал прямой, посмотреть комментарии, ну, было достаточно забавно, потому что у людей была явная растерянность, потому что то, что от них требовали их же избиратели, сделал Зеленский. То есть, и в комментариях писали, не писали, не верю, другие, что это какой-то хитроумный план, ну, а в эфире, ну, был разброд и шатание мнений. Начиная от того, что, ну, ведь мы же начали этот процесс, мы же приняли постанову Верховной Нарады. Ну, одним словом, тут сразу удар по нескольким направлениям. Внешняя повестка. Первое и ключевое, это отсутствие подвижек по Донбассу и давление России, в том числе игра с Медведчуком, игра России с Медведчуком, попытка вернуть его в процесс. Лишение Медведчука, условно говоря, телевизионного ресурса, это серьезное повышение ставок в диалоге с Российской Федерацией. Начиная от статических вопросов по Донбассу, которые, ну, по состоянию на сегодня можно сказать, что в тупике, заканчивая разговорами по нормандскому формату и так далее. То есть, Украина повышает ставки, что, в принципе, тактически является неплохим результатом. США и эскалация с Российской Федерацией. То есть, на фоне скандала с Навальным, на фоне того, что администрация Байдена будет, с одной стороны, пытаться налаживать диалог с Россией, с другой стороны, давить санкциями, была большая и остается риск того, что Россия будет поднимать тему Украины как возможный обмен уступками. То есть, мы идем на один договор, например, тот же самый ограничение вооружения, либо контроль над ядерными арсеналами, ну, а вы там сделаете уступочки, например, по вопросам с Украиной. В таком случае, учитывая эскалацию, которая совпадает как раз-таки с подъемом темы России в Вашингтоне, Украина может сыграть на то, что ввести ее как часть схемы по обмену уступками будет достаточно сложно. Второе направление в отношении Соединенных Штатов Америки, ну, это традиционная, ставшая, увы, традиционно определенная токсичность украинского направления. И, например, санкции в отношении части украинских политиков тому свидетельство. И в данной, по данному направлению стоит ожидать, естественно, и учитывая новое назначение в администрации Байдена, что кроме общей поддержки в противостоянии с Россией, из США будут задаваться вопросы об успешности реформ. И в таком случае наступление на Медведчука и повышение ставок – это попытка частично выиграть время, уйдя в ответ на вопрос, почему реформы тормозятся, что нам мешают прароссийские силы, которые тормозят. Ну и, соответственно, телеканалы с последующим шумом в прессе лучше тому пример. То есть это то, что будет играть на внешнем поле, то есть внешняя поездка резоны. Теперь удар по СМИ и восприятие в политическом поле. Если мы говорим о внутриполитической конфигурации, то в 2021 и начале 2022 года Зеленский ищет тактическую поддержку олигархических групп, потому что не имея собственного выхода массово на телевизор, он понимает, что его рейтинги будут рушить. И последняя социология, где ОПЗЖ уже, скажем так, обгоняет слугу народа, тому подтверждение. Сейчас в Зеленском близок Ахметов, который развивает собственное информационное вещание, тот же самый телеканал «Украина-24», и относительно нейтрален Пинчук с мощной группой каналов, ставил отметки, куда входит ACTV, новый канал СТБ и так далее. С другой стороны, на фоне Дубинского есть очередное обострение отношений с Коломойским. Причем напоминаю, что первый, ну скажем так, очередной цикл судов по Приватбанку закончился решением не в пользу этого олигарха. То есть, соответственно, с Коломойским и его группой телеканалов будут определенные проблемы. Ну и есть еще группа каналов, которые подконтрольны Петру Порошенко. То есть, они, с одной стороны, достаточно сильно проезжаются по действующей власти. С другой стороны, судя по сигналам, они не против сыграть вместе с Зеленским в варианте тактической коалиции. Таким образом, остро стоит вопрос конфигурации тактического союза. Ахметов, он остается в теме. Это очевидно. И вот тут сигнал с запретом это очень сильный сигнал для остальных. Потому что, с одной стороны, по Пинчуку ходили упорные слухи о желании Медведчука купить старые лайт-медиа, то есть медиа-империю Пинчука. Если бы это произошло, то тогда Медведчук фактически контролировал бы более 50% телевизионной аудитории в Украине. Это привело к тому, что, извините, 50% телевизоров в стране, это с большой долей вероятностью следующий президент. И это, если не моно большинство в Раде, то как минимум группа из нескольких весьма мощных фракций, близких по духу, которые создают коалицию, либо голосуют синхронно. Причем эти фракции могут иметь разброс, то есть могут быть даже формально правые, формально левые, какие угодно. Соответственно, это опасность. Удар по группе Медведчука – это в том числе определенные игра на опережение в возможном продолжении разговоров о сделке по… Удар по группе Медведчука – это игра на опережение по возможной сделке по продаже старт Латмете. То есть, либо разговоров по такой сделке. И, наконец-таки, само решение, которое оформлено как продолжение инициативы депутатов из тогда еще Блока Петра Порошенко – это в определенной и, скажем так, либо коалиции, которая существовала до 2019 года, потому что там не только депутаты от БПП с этой голосовали. Это, в принципе, определенный такой пас. Дальше будет зависеть от того, как стороны будут обыгрывать. То есть, если окружение Зеленского подыграет, что вот вы приняли правильное решение, мы сыграли, то можно, среди прочего, ожидать и смягчения, в том числе, диалога между Зеленским и Порошенко. Вопрос, как это будет проходить в Рате. Но пока что в этом направлении загадывать я бы не стал. То есть, вот базовая, назовем так, матрица возможных резонов принимать решения сейчас, именно сейчас. И таких достаточно жестких комплексных решений. Теперь что будет? То есть, первое – выводы. Выводы для Медведчука. То есть, Медведчук, возможно, ожидал определенного давления со стороны власти, но для него эта ситуация, она критична. Потому что ОПЗЖ, то есть, его политические проекты ставили на телевизионную аудиторию как базовую. Соответственно, интернет-сегмент развивался, но он стоял на втором плане. То есть, лишь как часть общей информационной системы, где в базе, в основе сюжетов, в основе разгонов стояли как раз таки телевизионные новости. Интернет был не так интересен, потому что это другая аудитория. Избиратель ОПЗЖ и базовое ядро избирателя групп Медведчука – это как раз таки люди телевизора. Поэтому сейчас, естественно, будет попытка перейти в YouTube, перейти в интернет, но всей аудитории без возврата канала вернуть будет невозможно. И это уже существенная проблема, потому что даже перерыв вещаний, аудитория начнет уходить к другим каналам. Второе направление, по которым будет действовать Медведчук – это суды. Естественно, что административные суды Украины будут завалены жалобами и так далее и тому подобное. Такая долгоиграющая песня. То есть, с одной стороны, попытка обжаловаться решение, с другой стороны, тема будет оставаться в топе украинской информационной повестки. И, возможно, попытка вызвать международное осуждение, что, мол, это наступление на свободу слова. Тут как раз таки тому есть хорошие, ну, относительно хорошие предпосылки – это усиление России в ПАСЭ. Это, скажем так, тоже самое российское вещание. Но, честно говоря, я думаю, что в данном направлении, с точки зрения международного осуждения, либо международной реакции, сильной реакции не будет. Потому что, ну, вопрос в том, что во всем, ну, на территории Европы, по крайней мере, Соединенных Штатов Америки, российское информационное вещание вызывает, ну, определенные вопросы. И развитие российских информационных площадок. То есть, и если есть санкции в отношении части из таких площадок, то это мало чем отличается от мер, например, в Британии в отношении Russia Today, либо Латвии в отношении спутника, ну, и так далее, и тому подобное. Поэтому в данном случае тут скорее будет понимание, по крайней мере, со стороны Европы, что для Украины является важным. Третье. Может ли Медведчук найти альтернативной выход, то есть играть в обход? Да, может и будет пытаться. То есть, это в первую очередь игра через идеологически близкие каналы. То есть, можно ожидать активизацию телеканала Интер, возможно, с переносом части форматов, например, 112 или Нью-Зуана на Интер. Можно ожидать развития интернет-площадок. Ну, тем более, что войк господина Шария по запрету, фактическому запрету вещания Медведчуковских каналов тому свидетельствовал. То есть, что Шарий все-таки это не Медведчук. Там будет скорее сотрудничество, но не попытка простого переноса форматов либо чего-то еще. Это будет просто дополнительный голос. Тем более, что Шарий работает на себя. Это, возможно, контакты с Мураевым, потому что телеканал наш идеологически близкий. Ну, и сам Мураев, честно говоря, идеологически близкий к Медведчуку. Соответственно, там тоже, возможно, будет перенос части форматов. Возможно, будет и переход части журналистов. Естественно, переход части аудитории. То есть, стандартные гости 112-го Ньюзуана и Зика попрут туда толпами и табунами. Хотя они и сейчас там достаточно часто появляются. Но тут снова-таки вопрос в том, что Мураев пытается играть свою игру. То есть, он не будет полностью ложиться под Медведчука, потому что он видит себя как отдельного лидера. Возможно, этот вопрос решается деньгами, но посмотрим. И, наконец-таки, ключевое это лихорадочные попытки найти, ну, относительно слабые каналы, которые имеют лицензию на информационно-развлекательное вещание и по-быстрому их купить. Ну, тем более, что опыт Ньюзуана 112-го по росту с низкого старта за год тому свидетельство. То есть, это можно сделать. Ну, например, у Порошенко такое получилось с телеканалом прямой. Поэтому, соответственно, чтобы не терять аудиторию, в ближайшее время можно ожидать, ну, скажем так, разговоров о сделках по покупкам телеканалов. Могут ли быть массовые акции протеста? Но с этим у Медведчука все сложно. Ну, во-первых, сама его аудитория не тяготеет к массовым акциям. Да и сам Медведчук не слишком силен в разворачивании подобных форматов. То есть, с одной стороны, собрать большой платный митинг – это не проблема. Но это будет такой платный, скучный митинг со стандартными выступлениями, то есть, вопрос ярких лидеров. Но создать идейный костяк, который стал бы точкой сбора, скажем так, недовольных, которые выступают в защиту, например, техничеславных телеканалов, либо в защиту повестки ОПЗЖ и концентрация протестной активности надолго, ну, тут, честно говоря, сомнительно. То есть, Медведчук так не работает, и, соответственно, такого опыта у его окружения нет. Просто банально нет. Что будет, возможно, и с вероятностью 90% – это попытка найти темы, которые будут бить дальше по Зеленскому лично. То есть, это вопрос тактичности его окружения. Это вопрос определенных ошибок, то есть те же самые телевизионные расследования и так далее, которые будут закидываться в том числе через другие каналы. Ну и, наконец-таки, вопрос экономики. Потому что, ну, например, тот же самый Медведчук, он имеет, мягко говоря, прямое отношение к украинскому рынку топлива. Я напомню, что поставки из Российской Федерации, они существенно возросли за последние 4 года, и Медведчук как раз-таки за счет нефтяных денег, в том числе, выкупал каналы. Вот поэтому, исходя из этого, попытка устроить определенную лихорадку на рынке топлива, она вполне возможна. Либо на рынке нефтепродуктов. Однако, устраивать большую лихорадку вряд ли будет интерес, потому что терять часть рынка Медведчук не намерен. Но, с другой стороны, пляска цен, она будет выгодна ему. И тут, кстати, Медведчуку может подыграть Коломойский, который имеет тоже достаточно мощные нефтяные активы и интересы в, ну, скажем так, как в коррекции ценовой политики на рынке, ну, хотя бы автомобильного топлива. Поэтому, это вот такой вот блок, примерный блок, как будет отвечать Медведчук в ближайшее время. То есть, 6 ключевых его шагов в ответ, чем он будет бить по Зеленскому. Что ожидать от Российской Федерации? Ну, с одной стороны, естественно, политическое осуждение, разговор о свободе слова и так далее, и тому подобное. Это все будет. С другой стороны, возможны новые вводные по Донбассу. Ну, во-первых, сразу Роспотребнадзор что-то найдет в очередной порции там украинского экспорта, который все-таки идет. Возможно, определенно проблемы с импортными поставками, но и новые вводные по Донбассу. То есть, я не исключаю обострение, скажем так, тоже повышение ставок в диалоге по Донбассу со стороны Российской Федерации и определенных обострений. И речь идет не о большой войне. Речь идет об обострениях на фронте, которые бы показали, ну, скажем так, то, что перемирие, как его воспринимает Зеленский, оно не работает от слова совсем. То есть, это и сейчас понятно, учитывая количество там и обстрелы, и нарушения режима тишины, но, возможно, будет что-то больше. То есть, к этому стоит готовиться. Ну, и естественно, то есть, через какие-то прокси силы и так далее. То есть, дальнейшие расшатые информационные повестки, потому что Россия работает не только с Медведчиком. Таким образом, ну, скажем, в информационном и политическом поле Украина входит в достаточно динамичный период, когда новые события, новые вводные, новые информации, причем достаточно весьма резонансные. Все это будет происходить и появляться часто, быстро и, ну, скажем, образно говоря, штормить будет не по-детски. Если украинский политикум в той или иной мере выдержит, и если, прошу прощения, те же самые Медведчиковские каналы не вернутся, не рекомендуется, то, в принципе, в таком случае в Украине можно спокойно через полтора года выходить на электоральную кампанию, потому что в таком случае можно будет навести определенный порядок хотя бы в информационном поле общенациональном. Но еще раз повторю, что Медведчик все-таки будет пытаться в той или иной мере вернуть свое влияние и вернуть телевизор. Либо вернув телеканалы, либо найдя новые каналы для покупки. И это как раз-таки новая головная боль будет для Офиса Президента. Ну, и вторая головная боль – это все-таки последовательность политики. Потому что если на фоне улучшения ситуации на информационном поле ты выстраиваешь более последовательную политику, то имеешь шанс создать конструкции без лишних информационных атак на моменте их возникновения, на моменте их обкатки. То есть это теоретически может привести к определенному росту устойчивости украинской власти. Но еще раз говорю, при условии нормальной планомерной работы. Если ее не будет, то это будет, как говорится, холостой выстрел в воздух. На этом у меня все. Видео понравилось. Лайкайте, комментируйте, расшаривайте, подписывайтесь на канал, поддерживайте меня подпиской на Патреоне, ибо подписка на Патреоне стимулирует меня записывать все новые и новые ролики. Всего вам наилучшего!